Поступают сообщения о ракетном ударе по городу. Интенсивный артобстрел силовики начали сегодня утром. Били из тяжелых орудий и систем с залпового огня «Град». По сообщениям очевидцев, уже разрушено несколько жилых домов. Причем обстрелы идут именно в тот момент, когда в городе разгружают российскую гуманитарную помощь. Сейчас на прямой связи из Донецка наш специальный корреспондент Николай Долгачев. Николай, приветствую. Что сейчас происходит в городе? Обстрелы продолжаются. Что известно о пострадавших? Юрий, здравствуйте. Действительно, буквально примерно полчаса назад был произведен удар ракетами «Точка-У» по жилым кварталам города. Это Петровский район Донецка. Как минимум две ракеты упали. Одна из них среди жилых домов. Домов вторая на территорию казенного завода. Это завод, который в свое время производил тротил, а сейчас в последнее время на нем проходило разминирование тех боеприпасов, которые собирали ополченцы на территории котлов, где украинские военные оставляли большое количество мин и снарядов. И вот на территорию этого завода упала точка «О». Это мощное тактическое оружие, ракета, которая повредила цеха. И сейчас над городом Донецком поднимается густой клубок белого дыма. Сейчас там работает одна из наших съемочных групп. Евгений Подобный со своими коллегами находится прямо там. Сейчас на связь он пока выйти не может. Но я надеюсь, что в ближайшее время оттуда мы получим и информацию, и картинку. Известно, что есть пострадавшие. Количество их пока доподлинно точно неизвестно. Но однозначно речь идет о десятках человек, десятках раненых. Как минимум по данным ополчениям 20 человек были ранены и неизвестное количество погибших. Туда отправились кареты скорой помощи и специалисты медицинской службы ополчения. На место выдвинулись туда. Кроме того, сейчас примерно в том же районе со стороны Донецкого аэропорта и с западной стороны Донецка, где находятся подразделения украинских силовиков, продолжается минометный обстрел и обстрел артиллерийскими снарядами. Артиллерийские орудия работают, поэтому находиться там небезопасно. Сейчас действительно на этом участке линии соприкосновения, что называется, жарко. Действительно, там сейчас разрываются мины и снаряды. И несмотря на объявленный режим прекращения огня, на этом локальном участке фактически идет полномасштабное боевое столкновение. Обстрел из-за артиллерийских орудий, из-за тактических ракет «Точка-У», что, конечно, тоже является таким показателем готовности украинских силовиков применять тяжелое вооружение. И местные жители, которые сейчас в Петровском районе находятся, как мы знаем, в принципе, на нескольких улицах сразу спустились в подвалы и не выходят даже уже после обстрела в моменты затишья, поскольку ожидают, что, возможно, ну, по крайней мере, просто опасаются того, что будет повторный удар. Юрий. Николай, что касается гуманитарной помощи, как идет разгрузка конвоей, когда ее начнут распределять? Да, вы знаете, вот эти удары тактическими ракетами «Точка-У» и артиллерийские выстрелы происходили как раз именно в тот момент, когда колонна гуманитарного конвоя вошла в Донецк. В центре города на автомобильных базах сейчас располагаются как раз эти белые КамАЗы, которые привезли генераторы для того, чтобы вырабатывать электричество вот в этот сложный период. Ведь сейчас холодные ночи, и не во всех районах Донецка, и не во всех районах Новороссии эффективное электроснабжение, вот эти генераторы очень важны. Также в гуманитарном конвое привезли продукты питания и лекарства, которых катастрофически не хватает сейчас на этой территории. Большое количество гражданского населения здесь остается. В Донецке примерно 700 тысяч человек сейчас находятся. Снабжение города при этом достаточно затруднено, сложно осуществляется. И гуманитарный конвой – это спасение во многом для большого количества людей. И вот в этот момент произошел обстрел. Но, тем не менее, разгрузка КАМАЗов, белых КАМАЗов, которые приехали из России сюда, в Донецк, она не прекращается. И в ближайшие часы буквально эта помощь будет распределена по районам Донецка и по другим поселкам, в том числе по тем поселкам, которые находятся непосредственно на линии противостояния. В том числе и там, где сейчас идут обстрелы, и туда поедет гуманитарная помощь. Буквально в течение нескольких часов она окажется на месте. Юра. Да, Николай, благодарю вас. Будем ждать новой информации от вас и от нашего коллеги Евгения Поддубного. Я напомню, на прямой связи из Донецка, который обстреливает украинскую армию, был наш специальный корреспондент Николай Долгачев. Продолжение следует...